Всех приветствую, друзья! Никогда бы вы не догадались ранее, какой я видос для вас хочу сделать. Ну, кто догадался, тому лайк. Значит, многие из вас просили меня, чтобы я снял осмотр своего телефона, а точнее эксплуатация телефона. Значит, этим телефоном я где-то пользуюсь порядка четырех уже лет, наверное. 20 сентября 2013 года Apple презентовала этот телефон. Меня он очень заинтересовал, а у меня на тот момент была четверка обычная, 4S. И я ее подарил маме, этот себе пошел купил. Так вот, четыре года я ним пользуюсь, хотя у меня есть деньги, чтобы приобрести какую-то модель выше, там, знаете, или же какой-то китайский взять. Все вы знаете, я делаю на своем канале осмотры, вот недавно делал Xiaomi Mi 9 SE. Кто не видел, перейдите, посмотрите, очень классный телефон. Так вот, тот телефон так напичкан всякими функциями, что куда этому вот айфончику, да, 5S. Тут даже очень мало цветов по сравнению с тем. Ну, тем не менее, меня этот телефон устраивает. Вот, смотрите, как я его юзал. Сейчас камера стабилизируется. То есть, видно, насколько телефон покоцан и сама вот эта вот, чехольчик, насколько покоцан. Этому чехлу тоже, кстати, наверное, года 3. Вот так вот. Давайте смотреть, как телефон эксплуатировался порядка 4 лет. Значит, видите, он у меня падал, вот. Это уже видно, и вон ямки. Значит, потертости есть, так как я сходил одно время очень долго без чехла. Вот, если приглядеться, есть вот такие вот трещинки на стекле. Это вот стеклянное оправо. Потертости, это все есть. Как сверху, так и снизу. Уже, кстати, раз я менял здесь батареи, вот недавно, так как он выключался, и вот это вот стекло немного вздулось. Пришлось мне полностью делать замену батареи. Здесь вот покоцано, здесь. То есть, телефон практически очень-очень такую жизнь провел, я не знаю, вот. Видите, тоже все покоцано. Ну, так сказать, сегодня видос этот и выпущу сразу же. Не буду тянуть, там, две недели, три, как у меня другие видосики. Значит, что говорить? Телефон сам не лагает. Вот, видите, он быстро работает, то есть, мгновенно. Что касается приложений, приложения тоже очень быстро загружаются, заходит, все отлично. То есть, нет никаких глюков там дополнительных и так далее. Если зайти на мой канал, вот, к примеру, Тимоха Лайт, да, сейчас мы посмотрим, то тоже загружается мгновенно. Вот я, кстати, снимал видосик. Видите, все. Мы сегодня его будем вместе с вами настраивать. Все работает очень быстро. Если заходишь в какое-то приложение, тоже очень быстро, ну, все реагирует на высочайшем уровне. То есть, телефоном я очень-очень доволен. На сегодняшний день он меня не подводил ни разу. Хотя мне там говорят, ну, блин, купи себе какой-то другой телефон. У меня были там китайские телефоны другие, но я не... Мне этот iPhone нравится, потому что он, видите, он маленький, в руке хорошо сидит. Что мне необходимо? Мне необходимо просто-напросто снимать видосики короткие в Instagram, там, снимать какие-то вам видосики на канал. Вот я бывает даже, если вы обратите внимание, кто на моем канале, да, то можете видеть качество немного хуже. Это я снимал на iPhone, так как бывает, идешь по улице, и какие-то интересные там события происходят, драки, или что там еще, какая-то машина классная проехала, задрифтовала. Я это все стараюсь снять для вас. Это все происходит на камеру, на видео. То есть, смотрите, фото тоже хорошее делается iPhone. Сейчас снимем. Видите, то есть, качество, ну, такое, конечно, среднее. Если брать, к примеру, качество на китайском телефоне, то там, конечно, уже по 40 мегапикселей камеры идут. Но на этом телефоне, конечно, такого не будет. Что вы хоть хотите, телефону 4 года уже. Ну, вот я сегодня делал снимки, к примеру, в кафе. Видите, то качество отличное. Если же там, вот этот вот качество, это я не на своем, конечно, телефоне делал, это на Xiaomi, то, конечно, качество лучше. Но меня это все устраивает на этом телефоне. Фронтальная камера тоже хорошая, если делать селфи. Что еще здесь? То есть, в App Store на iPhone, вы все знаете, нету никаких вирусов вообще абсолютно. То есть, система работает хорошо. Главное, что я рекомендовал, если вы хотите в 2019 году купить этот iPhone, я думаю, вы не пожалеете, потому что все будет у вас работать на высочайшем уровне. Ну, то есть, отлично. Все приложения работают, все хорошо загружают, все классно работает. Но если вы хотите, к примеру, уже более, там, от телефона требуете, чтобы игры там какие-то шли, Most Wanted, GTA, то, конечно, здесь это все не потянет. У меня на этом телефоне, сразу скажу, нету ни одной игры. То есть, я не играю в игру, ни в какую, потому что у меня и так времени не хватает. Вот вам видосы, к примеру, пилить, обрабатывать, монтировать. Если я буду еще это все дело делать, играть, то вы меня вообще не увидите. То есть, практически телефон отлично работает в 2019 году. Мне все, у меня все устраивает. Как я уже ранее сказал, поменял только батарею и так дальше. Есть очень много приложений на этот iPhone. То есть, вот, к примеру, я пользуюсь музыкой постоянно, The Manager. Более подробнее я могу о нем рассказать в своих видео. То есть, все говорят, что на iPhone, к примеру, нету музыки. Надо качать платную. То есть, если хотите, вот, зашли, вся музыка у вас будет через вот это вот приложение, The Manager. Кто не знает, вот, посмотрите, это вся музыка там. Заходишь в The Manager, пишешь, нажимаешь на YouTube или в какой-то там сайт, и у тебя в загрузках тогда появляется музыка. Я клиповник, к примеру. Я люблю ехать на работу, смотреть и клип, и слушать музыку. То есть, как по мне, это лучшее приложение. Потом я обрабатываю видосики в WinStool, в Lomity в программе. Памяти, конечно, мне не хватает на этом iPhone. Вот один минус, что здесь 16 гигабайт, и они все сейчас полны. То есть, я не знаю, как так случилось, но вот, к примеру, если заходим в основные хранилища iPhone, то сейчас память почти вся занята. Видите, 15,3 гига, это у меня из 16 гигабайт забитая память. Кстати, буду вам видосик следующий снимать, наверное, ну не сегодня, там, на этой неделе. Как же освободить вот это другое? Смотрел, значит, удаляешь. Я уже показывал тут в YouTube, а вот это вот другое никак не удалится. Это тоже надо вам видосик запилить будет. Ну а так, то карты, я пользуюсь только картами, там, если куда-то еду. Еще там в ВК захожу часто, в Facebook, в Лайке, кстати, я есть тоже. Вайбером пользуюсь. Ну, такими программами-то все отлично работает, ничего не глючит. Единственное, что может уже необходимо, это поменять корпус в телефоне, так как корпус покоцанный. Ну, я ничего не клеил, видите, здесь, вот если присмотреться, здесь даже коцочек никаких нету. Вот это единственное, что он упал раз, и разбилось стекло нижнее. Ну, а так, нет у меня никакого стекла здесь. Сзади тоже у меня ничего не наклеено, то есть я пользуюсь ежедневно телефоном. Держит он у меня приблизительно заряд сутки. Ну, как сутки, я пользуюсь очень часто, у меня постоянно интернет или Wi-Fi, или 3G включено. То телефон я заряжаю каждый день. Да, это действительно все знают эту проблему, что iPhone быстро садится. Так вот, если я утром начинаю пользоваться, то где-то в часов 11 у меня уже порядка 5-6%, ну, 10 максимум заряда, так как я активно использую этот гаджет. И заряжаю его постоянно. При минусовых температурах тоже этот телефон быстро садится. Если на рыбалку вы едете, то берите дополнительный телефон, какой-то обычный, даже черно-белый, он будет намного лучше, потому что сразу сеть плохо ловит, и iPhone буквально на глазах падает заряд на телефоне. То есть может выключиться и вас подвести. Ненадежный при минусовых температурах. Также очень сейчас плохо, я не знаю, с чем это связано, плохо у меня сеть ловит. К примеру, у меня на квартире бывает люди не могут дозвониться, потому что сети, вот сейчас две палочки, а так-то всегда постоянно одна. Вот прием сигнала здесь очень плохой, как интернета, так и звонков. Так телефон без проблем ловит Wi-Fi, и приложения все работают отлично. То есть вирусов, как я ранее говорил, никаких нет. В App Store приложений куча. Они есть и платные, есть и бесплатные. Очень много приложений я пользуюсь бесплатными, так как не считаю нужным переплачивать какие-то деньги за iPhone, за приложение. Так что, что я еще вам не назвал, брать или не брать этот телефон в 2019 году, я даже не знаю. Так как решаете вы сами, есть очень много гаджетов, этот телефон уже не выпускает, бэушный брать. Но бэушный проверьте, конечно, батарею, посмотрите, не откручивался этот телефон. Потому что если откручивался, неизвестно, что там меняли, платы какие-то, то уже будет, я думаю, не покупать, не стоит его. Этот телефон я брал новый, я полностью уверен, что до меня там ничего не крутили, не меняли какие-то экраны, батареи и так далее. Батарею я сам поменял, полностью я ручаюсь. Даже если я буду менять какой-то телефон, навряд ли я этот телефон буду продавать, так как я на нем постоянно видео вам снимаю. А видео это актуально, как и на пятерке, как и на четверке, семерке, десятке, восьмерке и других приложениях. Они все одинаковые, то есть просто шире экран, камеры уже лучше. Да, здесь камера такая вот, ну на других айфонах получше. Если вам для камеры нужно, то телефон этот вам не подойдет, потому что камера здесь не очень хорошая. Как и фронтальная, так и основная. Звук музыка, звук хороший здесь, чистый, то есть не репит динамик. В наушниках тоже вы можете настраивать, в плеере идеальный звук настроить. Видео смотреть на ютубе, как по мне, то идеально все. Телефон хороший, эксплуатировался, я же говорю, 4 года. Никаких у меня с ним проблем вообще не было до этого. Так что, кто хочет купить в 2019, я всем советую. Единственное еще, что я делал, это был плохой звук к этому динамику. Я постоянно разговаривал на громкой связи. Когда я менял батарею, я попросил ребят, чтобы они обратили внимание на вот этот динамик. Они его почистили, сейчас эта проблема тоже ушла. Что говорить, планирую я или не планирую покупать другой телефон, то в ближайшее время не планирую. Этот телефон меня полностью устраивает. Отлично все работает. Как-то так. Остальные вопросы вы можете писать в комментарии, я обязательно на них отвечу. Отвечаю я на все вопросы. Ну и так, кто на меня не подписан еще в Инстаграме, подписывайтесь на Инстаграм, потому что нечасто я отвечаю еще в Ютубе. В Инстаграме намного проще. А в Ютубе порядки очереди. Ну и все другие вопросы также пишите, я отвечу. Это видео было снято по просьбе моих подписчиков. Так что, видос, как видите, я запилил. Пишите свои идеи, я обязательно на них тоже постараюсь снять вам видео какое-то интересное. С вами был Тимуха Лайф. До скорого. Всем пока.